Девушки отдыхают Давайте знакомимся Знаете, мне очень приятно даже, что это перед Новым годом А вдруг вот мы поженимся, и у нас получится и Новый год, и годовщина Удобнее отмечать Поэтому всем желаю нового хорошего года С юмором встречать и с радостью И за меня поболейте, чтобы я полюбился Михаил, 62 года Был единожды женат, но семейная жизнь оказалась не для него Всегда пользовался большой популярностью у женщин Он легко влюблялся и также быстро остывал И каждый новый избранница всегда испытывал искреннее чувство Михаил – певец, композитор, автор песен, исполнитель, актер Увлекается навигацией, парусным спортом и сыроедением Катается на горных лыжах Встречается с друзьями на шашлыках Знает несколько иностранных языков Мечтает написать русские народные песни И жить с семьей за городом Михаил хочет найти себе образованную добрую женщину С естественной красотой Которая будет относиться к нему с уважением И разделять его интересы Ну что, братишки, с Новым годом, с наступающим! С наступающим вас! Я вот ребят не представил Это вот Андрей, мой очень давний друг Женя, я всегда не говорю сам друг Я рассчитываю, что друг Конечно Ребята, оба гитаристы Такие интересные мужчины с Михаиловым Слышь, ну что там, греха таистая Ну погулял Как говорит твоя коллега Надя Бабкина Кто в первой половине жизни был счастлив К тому немножечко придется поджаться во второй половине И наоборот Уж тебе-то, господи, природа сколько дала всего Чего ты его списываешь-то? Как говорится, уж не будут говорить, какой этот Новый жизнь начинает Поросты-то не портят, как говоришь-то Да? Нет, нет, нет Потрясающе Выглядит просто изумительно Если бы не знать, сколько ему лет, да Миш, клевый возраст, на самом деле, для мужчины Вы же до 80 все женихе Вот есть ощущение, что хочется покоя? Или так, пришел, ну Покое Или уже хочется Ну я имею в виду покой в хорошем смысле Уюта Женщину Одну женщину уже, чтобы она не лила слезы в подушку Как все твои предыдущие Нет, самое главное, чтобы не перечила Помолчи, потом скажешь Я проанализирую Девочки, на вооружение И это не только Михаил Это Михаил озвучил Никто не любит, как моя мама говорит, поперечных Вот им слово, они здесь Никто не любит Любит женщин сговорчивых и молчаливых Помолчи, скажи Я проанализирую и сделаю как надо Даже если это будет по-твоему А мне очень нравится, что он в очках Такой интеллигентный вид Интеллигентный, правда Я понимаю женщин, которые в него влюблялись Миш, вот смотри, как странно судьба тасует карты Ты ведь начинал массажистом женским Массажистом я стал потом, когда уже даже женился Слушай, он меня очаровывает Все больше и больше С каждой минутой Я вот даже себе не могу представить, что ты молодой, красивый Делаешь массаж какой-нибудь тете Моти Еще и напевая своим дивным совершенно голосом Что было с твоей женой? С этими тетками-то понятно Что с женой своей было? Среди них тетев Моти не было Среди них были очень высокопрофессиональные девушки Которые могли оплатить этот массаж Поэтому здесь... Все равно одеть как тебе хочется Хорошо, тогда если так все было шоколадно-мармеладно И ты был такой весь нежный, любящий, заботливый и зарабатывающий Почему расстались? Она была сильно ревнивая Хотела, чтобы ты только ей принадлежал Ну, Миш, ну сам-то понимаешь сейчас? Ну, не могу я Я скорпион и тигр Ну, куда мне? Ну, не могу И не надо, Миш, не надо Твое утро мужское уйдет Ишь? Поделиться не могла с кем? Первый раз Обычно она так нападает Во-первых, возраст Она ненавидит мужчин старше 28 Просто у нее подучие начинается Она говорит, куда пришел старче? А тут, послушай, смотри-ка, тебе все можно Это можно доказать Хорошо, Мишка, в общей сложности сколько было жен официальных? Официальных одна Ну, такой харизматичный человек не может принадлежать только одной женщине Да, может он принадлежать, да, только семье Миш, хороший мужик, все в тебе хорошо Только вот облизывайся часто на бабу Вот, понимай, вот это вот страшно Нам же возрастом это же проходит Нет, не проходит, это как цвет глаз Молодой, красивый, талант Это не проходит А кто нам так и планироваться надо? В конце концов, кто нашу Россию будет сильным потомством поправлять? Миш, у тебя четверо деток, я знаю, которых ты признал Вообще, я всегда говорю, сколько городов в Советском Союзе, где я был в гастролях Возможно, я не говорю Четверых просто я вырастил, воспитал, оплатил их молодость, детство Ну, он настоящий мужчина, вот в моем понятии она знаешь Пока Роза не начала тебя пытать, что у тебя есть, что он раздал Я хочу тебя спросить Что хочется сегодня? Потому что, вот я, знаете, что хочу сказать? Не мой секрет, но у меня не держится просто Вот я вчера в коридоре встретилась с Алисой Селезневой Она такая счастливая, я говорю, что к нам не заходишь? Она говорит, я такая счастливая, девятый месяц С парнем, с которым познакомилась у вас Она говорит, я боюсь сглазить, поэтому не иду У нас такое количество людей Вот говорят, да, у вас все пацаны, звездные особенности, пацаны А звездные что, не люди? Потому что, а где познакомиться? Вот где, Миша, познакомиться? Везде тоже Алиске было познакомиться Девочки, а где еще знакомиться, простите? Вообще-то да Москва, город одиноких сердец Вот я это давно заметила Скажи мне, дорогой, еще деток хочешь или жену все-таки? Нет, а почему? Девочку хочу А если у нее уже будут детки от предыдущих? У меня все мальчики были, а ну что такого-то? Ничего, это тебя не так Особенно, если девочка А вот, чтобы шить умело и вязать, это нам зачем? Вязать не обязательно, потому что вяжут обычно женщины плоховато У меня только две знакомых вязали хорошо А шить зачем? Это бабушка и одна подружка А шить женщина должна обязательно, потому что с детства в женщине заложено шить, куколки Женщина, если не шьет, а не знает второго языка, это уже... А какой ты мой золотой? Вот потому что ему нужна настоящая женщина, настоящая Лена вся там, в Михаиле Я там, я там Она не слышит, не видит наших комментариев Мне это нравится Да, мне тоже Согласна Процесс пошел Ну и что говорить? Возраст все-таки есть, возраст, пенсия тоже, я тоже пенсию жду А у нас пенсионеры такого статуса, как ты, что иметь за душой? Ну, квартира-то у нас есть? Две Как нет? Две А, две? О, Господи, я прям чуть это... Что же он не нашел квартиру? Да, дачка-то у нас там вроде, да? Дачка есть, большая дачка, немножко недоделанная, но мне ни к чему Пока мама была... Пускай же она доделает Мама была, да, руководит пускай Мама была, я для нее строил, построил большую дачу А машина как? Две А что, сам, говорит, я слышала, в метро сам ездишь Езжу удобно А зачем? Сейчас удобно в метро У меня такая редко У меня такая редко Послушайте, ребят, если ты едешь в метро и не заглядываешь всем в глаза Смотрите, это я, Роза Сибитова Вы меня что, не узнаете? Конечно, ты не сделаешь шага А если ты идешь конкретно, спускаешься до своей станции, никто на тебя внимания не обратит Миш, вот что я тебе хочу для настроения попросить А Роза-Татарка у нас, да? Да, Роза-Татарка Ровно-Татарка Роза-Татарка 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 Татарка У меня директор был татарин Так вы на татаре То есть у нас сегодня четыре невесты Давайте, наконец, жениться уже, да? Решай Таковой Розка тоже не замужем, между прочим Да Ну что, претендент? Хорошо Мишечка, спой нам для настроения, пожалуйста Умоляю Аплодисменты 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 Они его раскрыли, раскрыли. Хороший ты парень, хороший. Вот есть, мне кажется, мужчины, вот такие, как ты, у которых любви хватает на многих, на всех. Поэтому, дорогие мои, вот женщины, которые пришли бороться за сердце Михаила, ваше сердце должно быть огромным, душа должна быть такой же большой и восприимчивой. Вот Михаил такой, как он есть. Любите его таким, как он есть, потому что начнете его прессовать, начнете его загонять в рамки, талант уйдет, искренность уйдет. Вот это его доброта и душевность уйдет. Поэтому, ну как-то, давайте есть торт все вместе. Человеку столько дано в этой жизни, безусловно. И красота, и талант, и доброта. Ну, Михаил, вы классический дон Жуан. Это ваше нутро, и ради бога не меняйтесь. Поэтому совет даю женщинам, нашим невестам сегодняшним. Вы знаете, даже в классическом бабнике можно найти много приятного, чувственной, нежной. Никогда вас так любить не будет, как любит обычный мужчина. Ну и в конце концов, делиться тоже надо, девочки. А жена, величина постоянная, любовница переменная, а пускай нагуливает аппетит, спать дома будет. Чего и тебе, Роза, желаем. Это правда. Вы согласны, Роза. Это правда. Вы классический представитель современного мужчины в хорошем смысле слова. Вы очень чувствительны, и даже многочувствительнее большинства женщин. Вы чувствуете настроение человека, который рядом. Вы по-настоящему вибрируете. Вы в эмоциональном контакте с женщиной находитесь. И при этом девушка вам нужна, которая будет так же отвечать. Вам нужна почти родственница, если говорить серьезно. Но не по крови. Не только человек, который будет вызывать только родственные чувства. Но та, которая будет ощущаться, как человек одной с вами крови. Вот я вам сегодня такое желаю. Настя, она такая лепкая, что ее можно слепить как угодно. Женщины сегодня хотят либо выжить за счет мужчины, либо это должна быть женщина, практически твоя ровесница, но, в общем-то, очень взрослая. Она будет любить тебя с юности. Вот та, которая будет на все закрывать глаза абсолютно. Которая будет тебя любить по факту. Вот как своего ребенка. Потому что вот ты что-нибудь там загуляешь, задуришь, а она вот твои яблоки вспомнит и скажет, ну ладно, Мишань. Понимаешь, вот родственница в этом смысле, о чем говорила Василиса. Поэтому мы это все смиксуем и будем такую искать. Я думаю, сегодня горячая передача будет. После рекламы невеста попытается проявить свое обольщение. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Михаил. Решите встречать первую инвесту. Удачи тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно невозможно. Я очень надеюсь, что наше общение будет взаимно приятным и интересным. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. У нас есть конкуренции. Красивые волосы. Очень красивые. Как золотов ласка, знаешь, с кем вы пришли. Я пришла с моими друзьями Ольга и Олег. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Нина. 44 года. Психолог в частном центре. Каждое утро начинает с контрастного душа и принимает себя такой, какая и есть. Рисует, вяжет, вышивает и любит читать. Мечтает жить в собственном домике с любимым мужем. У Нины никто не спрашивал согласия, хочет она замуж или нет. Отец привел жениха в дом, и они сыграли свадьбу. Но без любви семья не сложилась. Надеется, что Михаил разбудит в ней новые чувства. АПЛОДИСМЕНТЫ С наступающим. Знаете уже, как будете отмечать Новый год? Да, с детьми и с друзьями. Здорово как. А может быть, еще и... Ну, очень надеюсь, если меня так повезет, на самом деле. Понятно. Очень надеюсь. А, Нина, из какого вы семьи? Я из семьи военнослужащих, в общем-то, с менталитетом кавказской женщины, потому что отец у меня осетин. Так получилось в моей жизни, что очень властный человек мой осетин. Вот он привел, как было сказано, мне молодого человека, мне тогда едва исполнилось 18 лет, и сказал, что надо выйти замуж. Ну, надо, значит, надо. Вышла замуж, прожила около 10 лет, родила сына. Я ничего не могу сказать, он хороший был человек, но когда ты не любишь... Это все-таки индивидуальность вашего отца, потому что у меня столько друзей осетин. И, во-первых, они православные. Он тоже православный. И мне это странно. Это просто был такой вот жестокий человек, который сломал жизнь своей дочери. Женщина очень красивая, очень красивая невеста. Ну, хотя бы первая брачная ночь была под песню у Михаила, нет? Хочешь, какое-то было счастье, да? Практически, да. Ужасно, правда, жить 7 лет с нелюбимым мужчиной? Да, это очень здорово. Уж мне кажется, лучше жить вот с таким, как Миша, с любимым Собожевым. И пусть он немножко, и пусть бы он маленечко на сторону бы ходил, вам бы все равно доставалось. Зачем ты уговариваешь женщину? Ну, потому что лучше ей сорт и делиться, чем гадость одному. Вы знаете, Михаил, скажите всей стране, что вы готовы хранить верность у женщины? Я про раньше спрашиваю, про раньше. А я дело в том, что Лариса, она не насаждает, она просто считала меня, и я с ней совершенно согласна. Это правда лучше. Слушайте, ну было ужас-ужас. Ну, это очень тяжело, психологически вообще очень тяжело. Хорошо, а вот вы как-то приходили, говорили, спасибо, пап, тебе, спасибо. Ты вот видишь, что у меня синяки под глазами. Я очень сильно его почитала, и мне сложно было это говорить. И потом я много сама работала с собой и с коллегами, чтобы выйти из этого состояния стресса. Но не бывает же просто так все. А вы и пошли, да, к психологам? Бедная девочка. Да, поэтому. А скажите, вот вы, будучи в браке, по велению своего папы, влюбились? Ну да. Потому что природа не терпит пустоты. Конечно, молодая женщина, вы влюбились. У вас был уже ребенок к тому времени? Да, у меня был сын. И тут вы уже, конечно, с чувством папеньки не посчитали, сказали, хватит, жизнь моя, она одна. Да. И поэтому? И что папа? Папа и мама, они, конечно, были в шоке, потому что это получилась такая ситуация, что все, что мама говорила, нельзя, вылезалось в такой протест, что как раз это и сделалось. Нельзя женатого, нельзя, что старше тебя, не трогай женатого, не трогай с детьми. И как раз произошло все это. То есть женатый, вполне накаялась. Увели из семьи? Да. Мне стыдно, я раскаивалась. И вышли замуж за него? Да, я вышла за него замуж и родила от него дочь. А он тут стал попивать, да? Ну, не по слову, он просто был сапой. Он правильно, Роза, абсолютно, по-моему, он и с первой женой пил. Просто я, как Роза когда-то сказала, думала, что она не смогла, а я смогла. Конечно, что только вот те плохие. Ну, конечно, я тоже не смогла. Хороший, опять-таки, урок, научение. Но опять скажу, как мой отец говорит, за одного битвы двух сливитых дают. И вот когда он раз поднял на вас руку, второй раз, сколько терпели? Когда первый раз руку поднял, тогда я ушла. Красивая женщина, хорошо подвешенный язык, умная, общительная, вполне возможно. Я так думаю, что вы сами себе мешали быть счастливой, жить счастливой. Но это ваши университеты. И слава богу, что так было, вы еще не старая женщина, 44 года, все еще впереди. Единственное, хочется узнать, какой урок вынесли. Вот о чем говорите со своей дочкой на ночь, глядя и говорит, дочь, вот смотри на меня. Вот я, например, тебе Лелька говорю. Я говорю, Леля, тебе нельзя даже одну рюмку алкоголя. Вот даже, просто вот унюхала где-то, выбрасывай, потому что у тебя дурные гены. Тебе нельзя сигарету ни одну, потому что потом будешь курить всю жизнь. Тебе много чего нельзя, смотри на меня. Я рассказываю тебе, я пытаюсь ее предупредить. Я согласна, Лариса. Вы о чем предупреждаете? Не будем ей. Я предупреждаю в первую очередь, чтобы она опиралась на себя и отставила свое мнение. Чтобы не слава за себя ответственность. Чтобы могла даже со мной поспорить и сказать, мама, ты знаешь, а здесь я считаю... Значит, с мужем будет спорить? Нет, с мужем не будет спорить, потому что здесь есть кавказский менталитет. С мужчиной нельзя спорить. Вот то, что Михаил. Михаилу, например, не нужно поперечь на это. Я с ним совершенно согласна. Как может женщина поперечить мужчине? Тем более, что нужно посоветоваться. Это допускается. Вторичная? Как это? Женщина вторичная? В отношениях, наконец-то, вторая женщина пришла, которая говорит, что вторичная. Как может быть личность вторичная? И женщина, и мужчина – это люди. Я согласна, но мужчина в моем понимании, в менталитете, кавказской женщине, он все-таки... А я не кавказ, ко мне в кайф, значит, что я замуж. Понимаете? Либо вы договариваетесь на берегу, что мужчина за тебя отвечает, и тогда ты будь последовательна. Тогда ты слушай его. Согласна. Тогда ты слышь его и говори, да, конечно, родной, как скажешь, ты лучше знаешь. Понимаете? А ты первую половину дня говоришь, ты лучше знаешь, дорогой, давай сделай. А потом ты начинаешь мускоровать мозг, потому что я личность, я должна там-то сюда. Вы, женщины, договоритесь сами с собой, чего вы хотите от мужчины. Правильно. И от этой жизни. Поэтому, Нина, я с вами согласна, правильно говорите. И это мужчине приятно на слух. Она обаятельная, но я думаю, что и вторая, и третья. Я думала, что Настя лучше. Девочки, ну вы просто меня очень любите. Поэтому для вас все свои подруги. Мои подруги. Смотри, у Нины девочка 16 лет, потом будет 17, 18. Это опасно. Это опасно. Спасибо тебе, Миша, огромное. Спасибо тебе огромное. И глаз сразу стал дурным. Ниночка, сложится с Михаилом не сложится. Михаил просто имеет свободу слова. И он озвучил, это опасно. Любой мужчина, который придет к вам в семью, это большая бомба замедленного действия. Поверьте мне. Верю. И знаю. Я, например, лишь только в одном дождаться совершеннолетия и отселить дочку. Правильно. То есть сопли утирать до 40 лет точно не надо. Чем раньше человек станет самостоятельным, тем лучше для него. Понимаете, когда вы выйдете утром из души, и дочка вслед за вами выйдет из души, заспана, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Лариса, вы миллион расправляете. Не искушайте. Миллион расправляете. Я знаю, что вы придумали и приготовили для Михаила какой-то оригинальный сюрприз. Ну, это сюрприз сделан моими руками, мной выше. Михаил, я с любовью дарю вам эту картину по фэн-шуй. Это очень хороший знак. Это мужчина и женщина, которые смотрят в одну сторону, чего я и вам от души желаю встретить, свою женщину. Послушайте, вы вышли, это серьезно? Да, в одну сторону по жизни. Хорошее пожелание. Хороший подарок. Спасибо. Спасибо, уважаемая. А рамочку можно было побогаче. Почему? Рамочка там совершенно сильная. Спасибо, дорогая. Проходите в свою комнату. Прелесть, правда? Да. На мой взгляд, интересная женщина. Со своим внутренним богатым миром и... И колоритом. Колоритом. В данном случае, я считаю, что эту кандидатуру нужно рассматривать внимательно. Спасибо. Да, я с Андреем согласен. Она, без слов, неплохая, очень понравилась. Не то, что неплохая, а хорошенькая. Вполне возможно, что все состоится. Мне он очень понравился. Правда. С такими живыми глазами. Она мыкалась, как и все женщины этого возраста, кто разведен, либо овдовел. Двое детей. Конечно, хочется уже счастья. Я думаю, что она это счастье самое заслужила. Я не думаю, что она так уж будет соглашаться и так уж она будет служить. Да, это я уже только что примечу. Она достаточно хитренькая. И вот это вот то, что ее кавказское воспитание, как она говорит, она будет, конечно, свою проживать жизнь параллельно. Появятся внуки, вам тоже достанется. Но вот в этом случае ее хитрость как раз, мне кажется, сработает такая женская во благо, во благо семьи. Она уже оценит, Миш. Он действительно очень харизматичный внутри. У него большая сила. Это чувствуется. А что звезды подсказывают? А звезды подсказывают, что не такая уж она и хитренькая, какой вы пытаетесь ее представить. У нее Венера в соединении с Луной в Козероге. Она девушка спокойная. Она действительно способна очень долго и внимательно прислушиваться к мужчине. Но, к сожалению, она очень медленно реагирует на те стимулы, которые посылает жизнь. То есть она не поспевает за изменениями жизни. Есть люди, которые сами, ну как в волейболе, начинают подачу. Знаете, вот та команда, которая подачу начинает, та и выигрывает обычно. Вот она не начинающая. Она обычно человек, ну не то чтобы принимающий удар у судьбы, она ждет, когда жизнь выступит каким-то событием. Ты что, да утки как на третьи сутки, что ли? Нет. Это значит, что она не планирует жизнь. За нее жизнь сама планирует. Она уже действует в сложившихся обстоятельствах. Это не совсем правильная стратегия. Я считаю, что ей нужно быстрее научиться оценивать мужчин, быстрее отсевать неперспективных, потому что она долго терпела. Она в отношениях нацелена терпеть по-настоящему. Да, она права. Совершенно верно. Мы с тобой недавно об этом только говорили. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Заберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Михаил. Иди, встречай вторую невесту. Лиша, удачи тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Настя. Настя? Настя. Ну. И в преддверии Нового года, конечно же, хочется вам пожелать, чтобы самое сокровенное ваше желание исполнилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, а вы откуда? Из Минска. Из Минска? Да. Ага, понятно. Знаем белорусских девушек очень хорошо. Все хорошие. Спасибо. 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 Ребираемся к нам, ребираемся. Она ему понравилась. Да, она ему понравилась. Здравствуйте, Анастасия. Вы с кем? Я с подругами Инга и Наталья. Какая вы хорошенькая. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анастасия, 35 лет, певица, в прошлом бухгалтер, пела в церковном хоре, с удовольствием занимается домашними делами, предупреждает, что громко смеется, мечтает быть любимой и любить. У Анастасии была крепкая и дружная семья, но она очень хотела петь, а муж в нее не верил. Развелись через 6 лет после того, как она уехала на гастроли. Надеется, что Михаил оценит ее по достоинству. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, а когда в вас вдруг проснулся талант певческий? Я пою с 6 лет. Вот с 6 лет. Скажите, пожалуйста, вот девочка, которая поет с 6 лет, как-то у нее поэтапно? Сначала карьера певческая, потом она выходит или не выходит замуж, потом рождаются дети. Почему у вас все наоборот? Почему вдруг бухгалтерия, потом замужество, ребенок, потом карьера певческая? Объясните. Ну, я думаю, что в церкви учат изначально строить семью, и я как бы старалась придерживать этого... А вы с мужем тоже, да, в церковном хоре познакомились? Не в хоре, скажем, в церкви, да. Да. И? И, в принципе, я старалась придерживаться этого графика, быть примерной мамой. И как-то старалась все семью, семью, но творчество все равно берет свое. И когда тебя тянет куда-то, влечет, это все равно проявляется. Ну, Настя, вы взрослая девочка, вам 35 лет. Но все-таки для меня это неубедительно звучит. Если вы такая, так сказать, богопослушная, выциркуленная, и начали правильно жить, вышли замуж, родили ребенка, а потом что, вы ушли из церкви? Нет, 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 ни в коем случае. Просто мне захотелось как-то проявить себя профессионально. Ну, типа, аж другой совсем, понимаешь, как бы, так сказать, каждая хороша в своем роде. А уж Михаила выбирать. Мы-то знаем, что... Абсолютно все разные. Мы-то знаем, что наша ночь. По временам года именно. Да. Как раз он наберет себе разненьких. Сколько вам было лет на то время? 29. 29, а ребенку? Ребенку уже было 2,5 года. 2,5 года. Вот вы оставляете ребеночка мужа? Не совсем, а мужа. Ну, предварительно попросив подружку, чтобы она приходила, борщ, чтобы готовила для мужа. Скажем, чтобы она была на подстраховке, на подстраховке с ребенком, если где-то нужна помощь, чтобы она помогла. И вот вы себе там поете, все у вас получается, созванец, приезжаете домой. И что там началось? А там семьи уже нет, и ко мне холод, и человек... А как поняли, в другой комнате стал спать, да? Да, да, он отделил себе комнату, стал жить отдельно, меня туда не пускали, и... А на вопрос, что с тобой любимый? Может быть, он просто ваш ревновал? Он сказал, просто я понял, что я тебя не любил никогда. Ну, вы могли бы подумать, что он сказал в сердцах, потому что вы ослушались его, вы его оставили одного, поеду... Я так думала первое время, я взялась спасать семью, я старалась убедить мужа. И вот вы побежали к своей подруге, на которой оставили ребенка, на грудь ее упали, и стали спрашивать... Ну что, объясни, может быть, ты знаешь, что все это время была рядом с ним, почему он ко мне так... Что с ним случилось? Она вас шварк так от себя, я сказала? Ну, не то, что шварк. На самом деле, девушка тоже очень сильно переживала, потому что она, похоже, попалась тоже, это чувство, их сложно контролировать, я ее понимаю. Сказать, какая вы по счету у нас на программе, рассказывая одну и ту же историю, просто разными... Настолько банальная, уехала, оставила, и говорю, а зачем? Ну как, он не умеет готовить, он себе не завтраки, не обедут, приходит она в халатике, завтрак ему подготовить. А мужчина проснулся, выспался. Да это же чистого вида провокация, на самом деле. И сама женщина в глубине это понимает. Это называется, хорошо, дорогой, я уеду, и проверим, насколько крепкие твои бастионы. Скорее, я бы сказала, это чистой воды наивность. Нет, да ладно, вы на наивнутое в общем ничего не те. Девочки, у меня была такая же история, абсолютно то же самое. Но это не наивность, Лариса, все равно. Наивно ребенка огромного оставить мужчине. Послушайте, ну мне было 25 лет. А ей 29 лет. Да, и я не могу спать с мужчиной в одной комнате. Я оставила мужа, как всегда, и спала в другой комнате. А мою подружку, однокурсница, которая приехала ночевать, я говорю, Маля, там диванчик, я не могу ни с кем спать, когда кто-то в комнате. Завтра в съемке, я не высплюсь. И я оставила их в одной комнате. Лариса, ты же ребеночка-то не оставляла своего? Я оставила мужа в комнате. Я, наверное, всю ночь не спала, лежала, слушала, я так думаю. Нет, я уснула, и я потом просто не могла понять, почему у нее глаза... Я говорю, вы чего там, убежала. Я не могла этого понять. Я говорю, ты что, дура, что ли? Ну вот так бывает. Поэтому, вы знаете, каждый человек судит по себе. Вы бы так никогда не поступили, я бы никогда так не поступила. Поэтому нам кажется, а что здесь такого? Я искренне полагаю, что здесь ничего страшного. А ребенок-то сейчас? С вами, да? Нет, сейчас он в Минске. А сколько лет назад вы уехали в Москву? Два года назад. Два года назад. То есть вы поняли, что вот эта вот Москва, сцена, ваше творчество, оно дороже, чем... Нет, не дороже. Пацан, который будет рядом с вами? Нет, не в коем случае. Конечно, дороже, раз вы оставили и приехали. То есть вот это вот мое предположение, что там амбиции больше, чем что-нибудь еще, наверное, так и есть. Мы просто проясняем ситуацию, потому что Михаил достоин не потом... Я ищу любого повода забрать ребенка назад, и потому что я очень люблю своего сына. А какой самый весомый повод забрать ребенка назад? Любая возможность, когда я буду знать, что я способна здесь предоставить ему все условия для хорошей жизни. Съемная квартира здесь, съемная квартира. Одна школа будет меняться вслед за другой там, где будет удобнее и выгоднее менять. Я считала, что дети должны быть всегда рядом. Вот, вот. Миша, а если у вас вот служится с Настей, будете наставить, чтобы забрать ребенка? Конечно. Будете наставить. Настя, а вам зачем для Миши-то нужен? Пенсионер как-никак уже. А ваша мама-то, кстати, в курсе вообще? А почему вы на него так смотрите? Он мужчина. А я не на него, я на вас смотрю. Мама-то в курсе вообще, что там уже не хатство. Ну, Настя, ты тоже ешь 16. Мне еще 16. А мать-то зачем? Сразу отбивать-то зачем? Моя мама в курсе. Если вас интересует моя мама, мама в курсе. А я вот, знаешь, не в курсе. Как бы у нее там инфаркта не было бы. Она может составить достойную конкуренцию, да? Да, да. Она еще и боевая, она молодая, конечно. У нее маленький ребенок. Настя, пусть у вас сбудется все в жизни, о чем вы мечтали. Проходите и удивляйте нас. АПЛОДИСМЕНТЫ О пучат longo, а тебе нравится. Вы indie- quoi? Слышите? cartoon прийти и умён. Да, ладно. Настя, ну во мне. Адулай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Андрей, Евгений, что скажете? Ну, да, понравилось. Я думаю, что то, что она певица, будет на пользу, потому что сходство профессиональных интересов. Слегка такая холодно-кокетливая, но, в общем, слегка сумасшедшая, как многие певицы, хорошие в связи с этим словом. Но я думаю, что возможно. Все возможно. Слушай, а ты... Слышишь, как вы? Я не знаю, что ты там ничего правильно говоришь. При хорошенькой и голос есть. Английский нечистый, но ничего. Но сегодня, ребят, вы походите в топовые рестораны. Такие певицы волосы встают, дубы, мужики. Таких мало. Откуда? Таких мало, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Таких вообще не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они, правда, очень сущностно нуждаются в том, чтобы весь мир узнал о том, что они есть. Настя, у вас будет творческий тандем. Мне кажется, ему не нужен творческий тандем, ему нужна жена. Впереди у нас третья невеста. И, возможно, выбор своей судьбы не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы смотрите «Давай пошениться» и я предлагаю Михаилу встретить третью невесту. Проходи, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Елена. Я сегодня попала в эту новогоднюю сказку. Я так счастлива, что мы с вами на этой передаче. Я вам верю. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я себе верю. Вы даже не верите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я вас тоже поздравляю с, так сказать, наступающим Новым Годом. Вы очень миленькая. А вы откуда тоже? АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, вы знаете, я такая лягушка-путешественница. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня я из Москвы. За столом, девочки, мальчики, проходите. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И тех, кто пришел вас сегодня поддержать. Так как я сегодня в новогодние сказки, со мной пришли мои феи Ирина и Татьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте на вас посмотрим и сняем вас получше. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена. 45 лет. Владелица интернет-магазина по продаже косметики. Много работает, говорит на сербском языке, играет на гитаре и любит театр. Мечтает отпраздновать свою серебряную свадьбу с любимым в кругу детей и внуков. Первую любовь Елены развела война, вторую – другая семья. И она продолжает верить в искренние чувства. Надеется с Михаилом, она обретет настоящее женское счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что вы говорите на сербском языке, да? Да. А поздравьте наших братьев-сербов, они тоже смотрят первый канал. Сречна, Новогодина, свима, вама. Я сам волен, ваш народ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы там жили, да, в Сербии? Да. Это такая история у меня. Еще в 90-м году я жила в Саратове, я уже работала инженером. И приняла участие в конкурсе на самую обаятельную, привлекательную. И вот по комсомольской путевке я выиграла поездку в Югославию. Я съездила, я встретила своего заморского принца. Он тогда был гидом у московской группы. Поэтому вот эта вот любовь с первого взгляда, я понимаю, что я ее испытала. Она в моей жизни была, и спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, Михаилу сегодня очень повезло. У него все три претендентки очень, они все разные. Вы вышли замуж по любви, сыграли свадьбу и здесь, и родился мальчик у вас, да? Да. И что потом произошло? А потом просто война. Вы уехали оттуда, потому что там боевые действия? Я уехала оттуда, потому что мой муж, он туристический бизнес просто разрушился, он остался без работы. И на тот момент там одна работа, вторая, были в поисках, и он на четыре месяца должен был уехать в Косово. А я на эти четыре месяца отпросилась в Россию. А он в Косово, вы же понимали, что он подвергает себя дикой опасности? А это невозможно было отказаться. Он военно обязанный. А-а-а. Он не проявляет к ней интереса, мне кажется. Да. Девочки, он наблюдает. Он наблюдательный, да. Он вообще наблюдательный. Он наблюдает. Да, да, да. Я увидела, как здесь в России стало классно за эти два года, на самом деле. И я стала заманивать, давай попробуем здесь. И действительно, у него удалось. Он делал документы на выезды страны, у него это все получилось. Но я его ждала, а он до нас не доехал. Умер, что ли? Нет, нет, он просто не доехал. Он приехал в Москву и тормознулся здесь в Москве, а мы даже об этом не знали, к сожалению. И что у него здесь в Москве, новая семья? Я ничего, если честно, не знаю в жизни. Мне вот интересно, вот когда жена, когда мать общего ребенка, ну вроде он в Москве, я про ничего не узнаю. А надо знать, не для себя, а для ребенка, который задаст вам вопрос, мам, где папа? Поэтому сейчас я не знаю, может он здесь, а может нет, а вы узнаете. Нет, я узнавала. На тот момент он еще общался с своей семьей. Естественно, я все знала у родственников. Ну, и что выяснилось? Ну, то, что он здесь в Москве был, жил какое-то время. И жил. А на сегодняшний день ни его родственники, ни я, ни мой сын, мы не знаем, где он. Ребят, ну интернет же есть. Какой интернет? Нет, он здесь в России, он жив-здоров, слава богу, у него вот как бы сарафанное сербское радио донесло. Вы что-то вы умалчиваете. Нет, Лен, послушайте, век интернета, ну а чем вы говорите сегодня? А я не задавалась целью, если честно. А почему, мальчику, сколько вашему? Вы задались целью его привезти в Россию, вы понимаете, вы непоследовательно. Вы говорите, я привезла его в Россию, сагитировала приехать. Сагитировала. И резко потеряла интерес к тому, что он здесь делал. Да он не доехал. Представляете, какое-то для меня было на тот момент придачество. А вы же не знаете, случайно узнала. Может быть, его обокрали, может быть, его избили, может быть, он попал в секту. Сколько пацану лет сейчас? Сейчас 19. 19 лет? Ну хотя бы для мальчика, ему разве неинтересно? А так развелись, не развелись, что-то не поймут. Развелись мы, я сама лично уже занималась разводом спустя 11 лет. Ты не подписывала документы о разводе? Нет, я сама без него. Но он был в курсе, что я буду разводиться. Как его зовут? Диэн. Диэн. Ну как-то дай знать, но пацану 19 лет, уже не нужно ни алименты, ничего. Он просто чисто в человечески. Она не раз не посмотрела на него. Она разговаривает только с Ларисой, с девочкой. Вот пока даже не отвела глаз. Может быть, у нее нет возможности на него смотреть. Ну я там сидела, возможность есть. А у вас был потом второй муж? Да. Значит, я жила в Саратове. И вот 11 лет уже назад я приехала в Москву на заработки. И тут мы пострещались. Я считаю, что мы помогли друг другу просто выжить в этой Москве, в той ситуации, в которой мы были. Потому что это была вот просто жизнь на выживаемость. Встретились два одиночества с проблемами. Да. Мы приютились, мы пригрелись друг к дружке. Вот. И у нас был общий бизнес, мы его строили. И что потом? А потом просто мы поехали открывать представительство компании для меня в Тюмень, а он планировал в Красноярск. А я узнала, что я беременна Сережкой. И что? Ну опять выбор, ребенок. И я вернулась в Москву. Это всего лишь география. Тюмень, Москва, Саратов. А он женат был. А он женат был. Там женат был. Жил на две семьи. Он жил. Вот они так грелись-то вместе. Мы здесь грелись, а он там... Лучше искать свободных мужчин. А не надо искать, они сами найдутся. Да, кстати говоря. Пусть нас ищут. Придана-то какой у нас невестушка? Моё придана-то квартира, мой бизнес и плюс два сына в придачу. Ой, умница какая. Ну и покажите то, что вы приготовили для Михаила. Мы с удовольствием все вместе посмотрим. По райским солнечным садам, по рощам первозданным, гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил. О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я люблю, когда это делается от души. Мне кажется, она от души. Она делает это от души. Может быть, не столь профессионально, но от души. Я пришла и к нам, и любви пора, и мы твердим упрямо. Слова пра-пра, 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 пра-пра деда Адама. Забыла, извините. Спасибо вам. Бедняжка разволновалась. Но главное, что в сегодняшней передаче вы ушли с невестой. Это моё творчество. И именно для вас. Спасибо вам. Гитарушку понравилась. Сама делась своя милочка. Какая умница. Леночка, спасибо, дорогая. В новом году счастья, девчонки. Браво. Проходите в свою комнату. Спасибо. Мне кажется, что последняя невеста, она больше... Миша подходит в качестве подруги, нежели чем в качестве невесты. Спасибо, что вы скажете. Она более основательная. И я бы сказал, более уютная, чем предыдущие две. И мне лично, как гитаристу, понравилось, что она, так сказать, владеет инструментами. Я думаю, что общий язык будет в определённой степени найден. Леночка, тебе понравился жених? Обалденно. Поцелуй сладкий. Я в эту тему вы творите. Это простая русская женщина, которая будет любить. Самое интересное, что они все настолько разные, что из них бы хороший гарем получился, между прочим. О-о-о. Как тебе, Роза? Я же так прикинула. Здравым рассудком, тем более не пью. Неравноценный, неравноценное партнёрство. Я понимаю, было бы 35 лет и двое детей. Это одна ситуация. Но когда 45 лет и двое детей. Ну и Миша тоже. Другая, нет. Она станет женой Михаила. А её какая визитная карточка. Какая б молодость была, понимаешь? Ему лишние десять лет поспать с молодым телом. Ой, как надо. Розочка за молодое тело. Если бы она знала, какое молодое тело у нашей леточки. Розочка. Мы не будем продавать свои секреты. Правда, не совсем ваш типаж. Я соглашусь. И с точки зрения чувствительности. Стилёк можно поменять. Я не про стиль, конечно. Я говорю про, наверное, тот уровень душевного общения. Дело же не в том, как человек выглядит. Ну, правда, ей-богу. Но в ближайший год она будет со стороны мужчины проживать действия, которые можно считать ограничением её воли. Если человек появится какой-то в личной жизни, он будет её скорее воспитывать, собирать, призывать к большей ответственности, не давать ей разбрасываться. Ну, в общем, будет, правда, таким папочкой в грустном смысле слова ограничивающим началом. Она ответственная. Лена, если бы всё было так просто, и мы могли бы жить по звёздам... Мы бы все обращались... Было бы вообще всё удачно. ...специалистам, и всё. Познакомились с тремя невестами, но нужно выбрать одну и посоветовать Михаилу только одну, поэтому кого будем советовать? Все женщины достойные, у всех есть свои положительные качества, но я могу сказать... Но я всё-таки советую белорусочку, потому что она верная. Это даже смешно. Ну, поверю вам. Потому что белорусочки верные. Он знает. Она верная. Действительно, она верная, очень верная. Я согласен с Андреем, я думаю, что Анастасия... В случае чего будет подпевать нам в ансамбле, правильно? А действительно, сегодня были наидостойнейшие женщины, просто наидостойнейшие. И кланы не всем не подходят. Да, Мишенька, но Нине и Елене будете изменять. Ну, я... Ну, будешь изменять. Ну, потому что балованы. Я думаю, что нужно брать Анастасии и по возрасту, и ещё у вас родится дочка общая. И у вас есть... И она уже тоже дочка. Да. Ваша, собственно, общая вот такая жизнь. Заберёте пацана, и всё у вас получится. Я так думаю. Сделаем мужчину ещё одного. Человек имеет право совершать ошибки. Жизнь дана длинная для того, чтобы их исправлять. Я думаю, Анастасия и сама знает про все свои запятые и заплитыки, поэтому она исправит их. Настя, ты выйдешь на меня, готовься. Настя, ты уже должна быть готова. Ну, раз наступает Новый год, поэтому я тут почёт кое-какие провела-то. И как раз на основании этих почётов я вам и сейчас невесту рекомендую. Значит, в новом году желаю 12 месяцев без болезни. И это в нашем возрасте уже как бы актуально. 53 недели веселья, 365 дней счастья, 525 600 минут любви и 31 миллион 536 секунд приятных счастливых моментов. С Настей, конечно. Мамочки, Настя, береги по-любому. Давай, выбирай, давай, давай, думай быстрее. Ты выйдешь, ты выйдешь, да? Звёзды что нам? Звёзды просто кричат, что вам, конечно, нужно выбирать Настю. Но женская естество моё не может не кричать, что разница в 27 лет – это сложно для отношений. Поэтому выбирайте, но помните о всех сложностях этой разницы в возрасте. Ну, психолог тоже милая, вот она милая. Поэтому, Мишенька, слушай только своё сердце, только себя. Да не выходит сердце. У тебя и опыт, и всё. Поэтому… Рвётся сердце, рвётся. Миш, мы тебя в любом случае поддержим. Сейчас иди туда, куда тебя зовёт сердце. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Лали, 28 лет, номер 2233. Стилист-визажист, любит готовить экзотические блюда. Семья для неё – это когда нет слов «должен» и «должна». Мечтает встретить сильного мужчину, для которого готова стать нежной и любящей супругой. Дмитрий, 30 лет, номер 2234. Специалист по установке кондиционеров. Живёт в Германии, гордится своей семьёй. Мечтает купить дом и завести собаку. Мечтает найти добрую девушку, которая родит ему двойню, и согласится на переезд в другую страну. Мы не знаем, выйдет Михаил, один элис избранниц. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Михаил и Анастасия. Если вы тоже хотите обрести своё счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс или им героя на номер четыре четвёрки. Я Ларису Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется уже в конце концов олигарха найти, всё. А вам сколько тюнит-то обошёлся? Мне дорого, а вам? На губах у меня уже миллион. Представляешь, у меня очки будут на губах. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы либо делаем большую грудь, либо большую попу. А грудь не делали, нет? Нет, до этого я ещё не дошла. Ну, она врать в мастак, она такая же, как и я. А ноги, 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 ноги. Не буду даже ноги.